30 июля 2022 года конференция следующая по счету у нас выступает Александр Белов, исследователь счастье, которое мы потеряли, удовлетворение потребностей человека от древности до современности Ага, спасибо большое, спасибо. Дорогие друзья, счастье, которое мы потеряли, есть ли счастье вообще в связи? Да, ну есть ли счастье, ну вот это потребности по маслу, пирамида, здесь физиологические, эксистенциальные, социальные, престижные, духовные, ну все знают это, ой, значит, самоактуализация самая верхняя, а внизу голод, жажда, половое влечение, чистый воздух, ну конечно считается, что современная техническая цивилизация движется в сторону все большего удовлетворения потребностей, так считается, но на мой взгляд это миф, который сильно пропагандируют цивилизаторы, на самом деле в современном обществе все более игнорируется потребностей, вот так как ни странно, человек по мере развития конкуренции между странами превращается в роботизированный придаток государственной техномашины, и все это обслуживает экономику, бизнес, то есть эксплуатация нарастает, население, и численность населения увеличивается, усиливается конкуренция, между ростом экономики в отдельных странах, удовлетворением потребностей конкретного человека прямой связи нет, я так думаю, хотя придется думать, что рост экономики ведет к повышению уровня благосостояния населения, которым можно больно, ну, удовлетворять свои текущие потребности, ну и сторонники технократизма утверждают, что потребности человека есть нечто, не есть что-то неизменное данное свыше, а что они постоянно возрастают, вот экономика возрастает, благосостояние возрастает, ну и потребности, поэтому, чтобы тоже возрастают, чтобы их удовлетворить требуется еще большее развитие цивилизации, еще большее развитие научных технологических технологий разных, ну вот смотрите, на этом плакатике так недвусмысленно нарисовано, значит, что потребности безграничны, ну что их ограничивает, ну как бы считается, что ресурсы, и поэтому, в общем-то, ну это технократы так считают, только ресурсы, на самом деле, при этом обычно игнорируется тот факт, что с возрастанием или снижением потребностей у человека можно легко манипулировать вот этим всем при помощи идеологии, личной, общественной мотивации, условий существования, к примеру, аскеты, ну вот в Индии ограничивают свои потребности до минимума из-за религиозных соображений, ну и не только в Индии, реклама позволяет манипулировать сознанием потребителя, порой вводит его в заблуждение, новизной, экстравагантностью товара, упаковки, то же самое касается, закрой, закрой, а то там слышно слишком, касается оказания потребительских услуг, избыточных, порой и вредных, что будет, ну это вот страшная пятница, черная вернее, что удовлетворяет взыскательному, где люди бьются за товарами, и с товарами тоже бьются, а взыскательному потребительскому вкусу необходимо время наличия определенных потребительской культуры, именно эта культура разрушается современной идеологией потребления, управляемый хаос на потребительском рынке выгоден производителям, ну отсюда вот разный, так сказать, зеленый обман так называемый, что в общем-то надо, такая мимикрия под экологию товаров, услуг, государственные или частные компании заинтересованы в получении, конечно, максимального количества прибыли, это надо понимать, их цель как раз не забота о работниках, а о прибыли, эта цель обеспечивается за счет научно-технического перевооружения, но и за счет инфансификации труда, большей эксплуатации работников, при этом крупные бизнес-компании не заинтересованы в постоянном росте потребностей работников, напротив, заинтересованы в снижении этих потребностей, так их легче удовлетворять, для удовлетворения возрастающих потребностей нужно свободное время, а его катастрофически у работников, занятия, допустим, на крупном производстве не хватает, постоянно работающих, работодатели заинтересованы, чтобы потребности снижались, упрощались, универсализировались, а время, которое работник тратил удовлетворение, сокращалось, к примеру, прием пищи на производстве, порой, так сказать, как загрузка какого-то аппарата топливом, где качество пищи также стандартизировано, а время для ее приготовления уменьшено. Ну вот в советское время декларировалось, что научно-техническое перевооружение производства ведет к повышению образовательного уровня работников, от работы в науке немких отраслях производства повышается уровень интеллекта, а потребности становятся все более разнообразными и развитыми. Ну так, вот там вот видите, четвертая часть всех ученых троится в СССР, под военными, ну в смысле лозунг. Между тем, это совсем не так, насчет ученых, тут можно было бы и поспорить, каких ученых, работа на современном производстве, потому что ученые разные бывают, работа на современном производстве требует специальных знаний. По мере возрастания технической составляющей специализация возрастает. Кругозор и степень овладения формально-логическим мышлением, как ни странно, снижается. Мышление становится зависимым от производственных технологий, самостоятельное мышление искореняется. И разные есть оценки советского образования, например, Кеннеди говорил, что лучшее в мире оно, что мы выиграли гонку в СССР за школьные парты, а вот современный идеолог Греф, он в принципе говорит, что мы поиграли из конкуренции советской абсолютно неправильной системы образования. То есть разные оценки. Но что они оценивают? Они оценивают производственный продукт. То есть что такое космическая гонка, или там лучшие по балету, или там лучшие по ракетам. Это значит не лучшее по формально-логическому мышлению. В советское время декларировалось, что с ростом НТР в СССР потребностей человека будут удовлетворяться все больше, при этом достижения советского строя противопоставлялись капиталистическому и западных стран, а также дореволюционной отсталой России. Ну и конечно декларировалось, что до революции труп Батраков подневольный, в общем-то, а после революции свободный. Ну два мера, два система, два мера, два плана, как у Высоцкого. Знаете, я вчера закончил Ковку, я два плана залудил, без загранной командировки от завода угодил. Ну и так далее, и там подобное. Советский производственный аскетизм был такой, и порой он доходил до каких-то таких немыслимых пределов, распространялся на частную жизнь граждан. В общем, секса у нас по меткому выражению одной из участниц телемоста США, Москва, не было. Между тем, в западном обществе сексуальное управление работникам, ну секс почему? Секс в пище, это такие как бы базовые потребности, работникам возрастало. В сознании работников внедрялось идеи быстрого секса. Аналогия быстрая еда, фастфорд. Понятное дело, в западном обществе декларируется, что конкуренция создает лучший, конкурентно привлекательный продукт, и, конечно, весна продукта порой подменяет его пользу. Ну а марксисты декларировали и декларировали, что цивилизация движется вперед благодаря смене способа производства, интенсивному развитию производственных отношений. То есть есть некое противоречие между тем, какой способ производства, и на смену производственных отношений в виде революции порой подчас происходят. И капиталисты, и коммунисты видели в науке и технике полноцвет всех бед. Ну тут вот мы видим инструментарий, чем загружался советский человек, его желудок, а чем загружались и загружаются, ну это уже более позднее время, Макдональдс и все такое прочее. То есть фастфуд, скорость приготовления возрастает, незатейливые вкусы стандартных дешевых ингредиентов, использование пищевых добавок, небольшая цена, массовое производство, привлекательная реклама. Ну вот это ларек хот-догов США, в общем, то же самое и потребители информационных услуг. Вот тут вот здесь кинотеатр, здесь домашний кинотеатр, зрелища, тут уже телевизоров, в общем-то в ящике или ящик в телевизоре. В общем, очень любопытно посмотреть историю Третьего Рейха, она как бы создавала активно мифы об обществе счастья в Германии. Вот этот миф, он создавался целенаправленно. Ну, что было характерно для Германии нацистской расовой сегрегации, ставка на научно-технический прогресс, обещание всеобщего процветания и счастья для германской расы. И здесь, конечно, ну даже вот все это подавалось, 25 пунктов партии, в общем-то, до 1 апреля 1920 года, где все это все перечислялось, что будет колбаса, будет масло, будет все для германца. Немецкие женщины, это вот, в принципе, Германия превыше всего немецкие женщины, немецкая верность, немецкое вино, немецкие песни и все такое прочее. Ну, такой как бы красивая песня, которая должна была объединять. А что славянам? Славянам, конечно, нужно везти, не суждено везти чистоплотную жизнь. Вот тут особенно насчет Украины, тут Гитлер высказывался, я несторонним существованием университета в Киеве. Даже представить, если его локомотив было бы ошибкой, мы будем снабжать украинцев шарфами, стеклянными бусами, всем тем, что нравится народам колоний. Очень такая красноречивая фраза. Немецкие фашисты предполагали, что жесткая конкуренция между странами, народами и индивидами способствует росту самосознания населения. Начав Вторую мировую, нацисты убеждали себя других, что заботятся прежде всего о благе германской нации, развитии цивилизации. Почему? Да потому что выживают не более приспособлены, социал-дороинизм, тезис о том, что жесткая конкуренция между странами есть благо, а также желание колониального реванша, а именно колониальный реванш, что, в общем-то, привел к началу Второй мировой войны, что, в общем-то, сейчас как-то мало звучит. В принципе, верховенство германской нации и германское счастье за счет других наций и народов, в принципе, конечно, невозможно строить. В конце войны, как я говорил, если немецкому народу суждено потерять и потерпеть поражение, то он, очевидно, слишком слаб, что не смог доказать свою храбрость перед историей, обречен лишь на уничтожение. Ну, вот затопление берлинского метро, как раз в конце войны, должно было этот тезис как-то, наверное, как бы явить германцам, которые, в общем-то, не оправдали надежд истории. Гитлер был убежденным социал-дороинистом, это понятно, то есть он искренне считал, что вся жизнь есть борьба между отдельными людьми, государствами, нациями, и, в общем-то, сильным уготованным будущим словам, свалкой истории. Вот здесь кадры с фильма, он снова здесь, рассказывает о гипотетической ситуации, в которую Гитлер попадает в современную Германию. Он мышку там исследует, ну, мышку для... Не мышку, а мышку. Ну, вот, а Ливенсборн, то, что они пытались сделать, для элиты некое такое, как бы, рассадник, инкубатор, причем вывозили из стран Варшавского, ну, в смысле, не Варшавского, а из стран славянских и Восточной Европы детей, и определяли их в детство, в этот самый, в немецкие семьи, и, в общем-то, потом взрослые они должны были вступать в определенные, анимированные, то есть, ну, как бы, анимеченные, и должны вступать в определенные отношения. Особенно это касалось девочек. В современной Индии, где огромная исключенность населения, уровень научно-технического мышления слабый, да, вот, достаточно, существуют совсем иные представления о благе и потребностях человека, обнаследуя от Венгарии. Причем надо иметь в виду, что Гитлер ссылался на, вот, в понимании идеологов фасизма, слово «сочетание истинной арийц» является неоправданным модернонизаторством. Понятное дело, что никаких истинных арийцев у арийцев в том понимании, как это Гитлер вкладывал, не было. И, конечно, индейское общество традиционно делится на категории, которые называются «уарны ашермы», ну, или так в просторечии касты, индарии, появившись в Индии около 1400 года, стали до новой эры, не стали уничтожать местное население видуидов, как это часто делали, кстати, англичанам, португальцам в колониальный период в Австралии и Тасмании. Индарии придумали для аборигенов особую касту, обязав индейцев не вступать в брак с ее представителями. При этом через ищелетие было сохранено главное, изначальная нацельность индарийского общества на максимальное утворение потребностей человека. Вот что интересно, в Индии и сейчас сохранилось огромное количество, кто знает разных блюд, в общем-то, тропики, цветет все и пахнет, круглый год все плодоносит, сезона нет, в принципе, определенного для созревания, поэтому многообразие вот этой еды, разнообразие, ну и, конечно, идеологически, как это подкрепляется, кушание должно удовлетворять всех лет вкусу, то есть специи, благоприятный климат, фрукты, овощи, зерновые в течение всего года меняются в зависимости от сезона, от того, какие фрукты, овощи созрели, вид, вкус, цвет, запах, консистенция в индийской кухне очень невариабельны, они прописаны, прописаны, теоретически как бы были выписаны, зависит от аппетита, сезона, времени года, времени дня, праздников, традиций, верований, все это употребление, в основном еда, вегетарианская, она более способствует оздоровлению организма, ну и, конечно, где-то, значит, в Индии, если брать базовые потребности, допустим, не только еда, но и секс, между первым и шестым было написано Камасутру, ну так предполагают, на самом деле, конечно, это ведет ундариев идет, то есть к сексу они, конечно, подходили не то, что современные люди, должны, в общем-то, если они делали техническое руководство по удовлетворению сексуального партнера в браке, то, понятное дело, что это была одна из ведущих, как бы, наука любви. Для того, чтобы раздеться, можно долго и тщательно одеваться, можно утверждать, что историческая Индия была пионером использования сексуального воспитания, с помощью различных видов искусства, скульптуры, картин, литературных произведений, ну и также в этом нашло свое отражение, нашло свое отражение как раз вот в этом храме, где, в общем, как читают, это порнуха каменная, на самом деле, конечно, не порнуха никакая, традиционная индийская музыкальная культура, да, вот тоже самое, традиционные индийские представления, традиционные танцы, ну, вот девали, праздник огней, то есть насыщение, у человека есть базовый рефлекс, что нового, что случилось, и удовлетворять его базовый рефлекс, в принципе, и психология, и традиции, традиционная культура, она впрочем обязана, сейчас это делает ТВ, или там какие-то компьютеры, игры, а в принципе, в традиционной культуре это выглядело все совершенно иначе, и все очень даже благопристойно и красиво, и давало пищу для ума, и чувства, индийские традиционные праздники, организм полностью удовлетворял свою потребность навязнения, обычности, яркости, ну, праздник весны в Индии, холли, он известен своими вот этими цветными, такими вот, причем участвуют все от мало до самого старшего возраста, мы видим здесь уже пожилых людей, которые друг друга обсыпают, и они очень рады этому, в общем-то, индийская йога, тоже, в принципе, базовая потребность организма, это оздоровление, берет свое начало в философии Санхи, медитация может сочетаться с лекательными упражнениями, при этом физиология организма учитывается в наибольшей степени, медитация, тоже очень важный аспект, является частью духовных практик, в индуизме, в буддизме, релаксации, снять физическое напряжение, сейчас вообще этим никто не занимается в современном мире, люди перенапряжены, и кто их будет релаксировать? Да никто их не будет не релаксировать, вот, например, традиционный вид спорта, да, вот такой вот, индусы, мужчины, они вискнут на столбах, а женщины на веревках, вот, ну, традиционное боевое искусство, тоже снять этот адреналин лишний, в принципе, тоже очень важно, вот эти вот, как раз, с оружием, без оружия, это китайцы и афонцы взяли, у индусов, надо понимать уже эти все эти восточные единоборства, аэроведа, это тоже очень важный момент, это система альтернативной, так называемой медицины, исторические корни в Индии, тоже, конечно, 80% населения Индии, современной Индии, сколько лет прошло, тысячелетия, она оздоровается с помощью аэроведы, в принципе, это очень хорошая практика, которая современной медициной считается псевдонаукой, астрология имеет важное значение в жизни индусов, в индийской культуре, новорожденным дают им, основанное на гороскопах, так далее, календарея система, перевес новое жилище, бракосочетания, какие-то изменения в бизнесе, в производственных отношениях, в личных каких-то, они все связаны вот с строением, как бы, этих карт, в принципе, архитектура, в Ассу-шатра, ну, вот, то, что мы знаем, в принципе, это тоже очень важно, применение находят и в скульптуре, танцах, поэзии, ну, то есть, все для человека, все для блага человека, можно сказать, огромное население, которое больше миллиарда человек, в Индии, оно живет по этим традициям, и, в принципе, более счастливо, чем современные западные потребители, я так думаю, иными словами, в древнем традиционном индийском обществе потребности человеку удовлетворялись намного полнее и стеснее, чем это происходит в современном западном обществе, ограничивающем сами эти потребности уже религиозным куританством, бизнес-аскетизмом, технократии, необходимостью уделять основное время каждодневной, измиряющей работе на современном производстве. Ну, и хорошо, высказывание Ленина известно, никакого золотого века позади нас не было, первоводный человек был совершенно подавлен трудностью существования, трудностью борьбы с природой, ведение машин, улучшение способов производства неизмеримо облегчило человеку эту борьбу вообще производства пищи, в частности, ну, и секс тоже, наверное. Но это совсем не так, я думаю. Считается, что рабский труд неэффективен, так как раб вынужден работать лишь за страх и наказание. Моёный работник работает из-за получения выгода. На деле эксплуатация работников в современном производстве становится всё более скрытой и заощрённой, так как работодатели прибегают к манипуляциям сознания работников. Ну и главное, работодателям выгодно, чтобы работник становился глубже и невежественней. Это понятно. И нам рисуют вот такую вот картинку, нелёгкая жизнь была у строителей пирамид, якобы рабы строили пирамиды. Хотя хорошо известно, что пирамиды строили свободные общинники, они никакие не рабы из подкнута там какого-то надсмотрщика. Это было коллективное дело всей общины. В общем-то, ну а современные эти вот роботизированные производства, где там от зари до зари, там у них когнитивный стресс возникает и прочее, они падают в уморок от этого производства. В общем-то, ну и опять-таки, сегрегация идёт. В современном обществе идёт жёсткая конкуренция между странами и отдельными людьми, которые являются идеологией дарвинизма и эволюционизма. Предполагается, что могут себе позволить максимальное удовлетворение потребностей лишь те, что являются авангардом бизнес-элиты. Видите, они ещё в Джакуле сидят, потом ещё и смотрят этот телевизор на яхте, и в общем, всё хорошо. А чтобы мотивировать население на работу, декларируется, что потребности человека возрастают с ростом развития цивилизации. Чтобы удовлетворять, нужны средства. А для того нужно работать хорошо и упорно. Происходит таким образом подмена понятий в интересах бизнес-элиты, эксплуатация работников возрастает. Ну и какой вывод? Манипулирование сознанием работников является неотъемлемой чертой современного западного мира. Чтобы принуть людей к ежедневному труду, в ход идут обещания технократического рая в будущем. И при этом уровень удовлетворения потребностей не возрастает, как раз, а снижается. Это очень важно. Ну и вот эти все, так сказать, постэволюционные вещи насчет конкуренции между странами и народами, они тоже идут в ход как такое обеспечение идеологическое, вот это их манипулирование. Ну вот все, я закончил. В принципе, если есть вопросы какие-то, я быстренько отвечу и дальше. Если... Что так быстро? Ну как быстро? Так получилось. Ты меня расстраиваешь. Ну почему? Надо быстро. Все делать быстро. Ты хорошую тему поднял, понимаешь? Ну а что, я должен на каждое слово тянуть? Да, ну пожалуйста. Есть вопрос такой. Есть мнение, что культура русского севера и Индии во многом схожи. Ну там узоры, песни, обряды, сказки и так далее. Правильно. И также названия там гидронимов, топонимов ну вот на санскрите, причем связаны как бы с божествами Индии. Вопрос в следующем. Можно ли сказать, что все-таки русский север, да, что там тоже существовала подобная цивилизация, которая вот дошла до нас в образе Индии, и что она была все-таки выше, чем та Индия? Да, это был единый протоиндоевропейский субстрат, я отвечаю на ваш вопрос, он в принципе около пяти тысяч лет, они от Черного Моя до Китайского Ордоса катались на колесницах, протоиндоевропейцы, потом просто они разделились. Часть шла в Европу, часть в Индию и Иран, а часть славяны, Балты и так далее. Ну это хорошо известная индоевропейская теория, но я хочу сказать, что вы абсолютно правы, и не только в древности это было, это до революции было. Культура еды, вот если мы посмотрим там, ну типа книга «Вкусные и здоровые пищи», да, но она не такая, не советская, а вот там, там вообще и крестьянская еда, как она вообще, там столько всяких ингредиентов, всяких, потому что телевизора не было, люди как раз выражали свое творчество вот в этом кулинарном изыске, причем крестьяне обычные, какие-то там элиты, там барит, так сказать. В общем, это была всенародная такая традиция. Я думаю, к сексу иначе подходили, потому что были все эти праздники, разложенные ванкупалы, и так далее, и так далее. Там была определенная культура историческая, и бизнес элита, она как раз и разрушает эту историческую культуру, и на основе этого дает вот этот суррогат, фактически. Быстренько-быстренько фастфуд, или там быстренько-быстренько чего-то там посмотрел порно в интернете, извините, какую-то фигню. Вот это вот и есть, это суррогат. И от этого человек, конечно, недоувстворен, то есть потребность его недополучает, организм чисто недополучает. И на этом уже строят, как бы, ну вы должны много работать, вот тогда вот в будущем мы построим технократический рай, и тогда уже всех удовлетворим. Вот, ну сейчас вот работать, работать, работать. Вот на производство, китайцы, да, вот они там с пяти лет уже начинают их там иероглифы учить, они как эти маленькие, эти роботы. А потом на производстве, вообще-то, я не знаю, как они еще там выдерживают, или японцы. Вот, ну у них просто традиционно. Ну ладно, что-то я разошелся. Но на самом деле это очень важно. Да. Да, ну хорошо, альтернатива существует? Надо возвращаться к истокам, хороводы водить, и все такое. То есть это, вы считаете, не надо разрабатывать идеальную иерархию потребность, а возвратиться на... Не, ну мы, вот сейчас этим докладом, я пытаюсь как бы на уровне теоретизирования свободного такого, не связанного ни с чем, показать, что все-таки, если мы по Марксу, да, способ производства, значит, сменять друг друга, производственные отношения иные, и, мол, дескать, мы будем все лучше и лучше, значит, удовлетворять потребности населения. Так это фельдкинограмма, это у марксистов было, просто это фельдкинограмма. На самом деле ничего подобного не происходит, потому что производственные отношения, они могут возрастать, но от этого не значит, что у нас потребности будут наибольшим образом. Просто фиктивные потребности навязывают, манипулирование сознанием. Приезжают люди на курорт, и они смотрят, ничего там делать. Что там, либо, так сказать, жарятся на этом солнце, либо там сходить в этот бассейн, ну и все, они там от штуки изнывают. Их надо как-то нанимать каких-то этих развлекателей, там, в общем, ну, пытаются что-то делать, но это же понятно, культуры нет. Вот этого культуры и творения потребностей, базовых потребностей человека. Вот, я так считаю. Что? Куда? Назад или вперед? Вперед, вспоминая о прошлом. Вперед, вспоминая о прошлом. Да. Ну все, да, если, да, ну что, 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 ну, Наташа, ну два слова, да, как я могу. Нет, ты ласовский вопрос. Ты же у нас, вы же у нас замминистра. Ну да. Прекрати, я сама личность, причем здесь мой муж, который уже 30 лет как умер. Ну не важно, ты сама личность, а кто же спорил? Я заменяла 9-й десяток. Да. Я насмотрелась на людей, я насмотрелась на больных, я 50 лет собирала зрительную методику. Я сейчас страшно зачарована, на что я потратила свою жизнь. Вот я скажу честно. Да. 20 тысяч пенсии и ни одного человека, один был муж, мой австралиец, который очень хотел это второй муж. Ну второй, да. У которого очень хотел жить. Вот он меня слушался и он на 13 лет с моей помощью отполз от могилы. Все остальные, все остальные, колядик, чертовой матерь, дай таблетку, дай мне спокойно жить так, как я хочу. Я сейчас думаю, я внучку свою учу всему тому, что я знаю и умею, я очень много чего знаю, я не пью таблетки, я плаваю 2 километра, я пошел на дачу по 6 часов. Кому-нибудь это интересно, вот вам. И я отсюда, вот последний комплимент был, у меня отборок. Я не вижу, вы фигу мне показали. Не вам. Я понимаю, что ты абстрактный раз. Так, 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 вопрос, вопрос. У меня вопросов нет, я уже поняла. Я помню, вот на Наталью Витальевну, она также и выступала. Знаете где? Был такой этот самый декаденский журнал, этот, как он, ну твой этот муж второй. Посев? Посев. Ну я там поставила. Посев, после 90-го года они приехали в Москву. И я помню, значит, огромный стол, сидят люди, сидит этот австралийц, который этот посев возглавлял, ну ее муж. Советский журнал. Советский, да. Нет, нет, он антисоветский, он антисоветский. И рядом с мужем стоит вот эта женщина, причем она почти не изменилась. И она выступает, вот примерно так она и выступает. Так, уважаемые друзья, все, все, все. Все, все, все. Напоминаю новое мнение. У нас, да, допоминаю новое мнение. Что? Что? Не надеется, что вот эта тема про счастье как-то будет продолжена, потому что тема-то большая. Что такое счастье? Вот вы как человек. Как еще буду говорить на эту тему. Я обижаюсь, как пионер, продолжить эту тему в будущем. Счастье есть, да. Счастье, да. Мы один вопрос очень короткий есть. Позволите? Ну да, да, тихо, тихо. Напишите мне. Тихо. К вопросу даже не столько о счастье, сколько просто о любви к человеку. Господь, создавая человека, все-таки наградил его чувствами и тем чувством любви, которое создает именно гармонию счастья. Это не секс, хотя секс присутствует. Это не только сладости, которые разрушают организм. Хотя я, конечно, люблю и сладенькое. Вопрос о любви к человеку. Насколько я вот считаю, но это мое субъективное мнение, мы все, живущие в этом мире, должны как-то быть сплоченнее именно в том, что вот как у индусов свободны гулянки, праздники, веселье. у нас людей только загоняют вопрос. Ну, вопрос, да. Сейчас вопрос. Касаемо любви к христианству на Руси истолковывалось, как именно начало. Вот даже вопрос будет. Да, вопрос будет именно в том, что вот создание вот этой самой атмосферы. Вот смотрите, Индия и Китай занимают территорию меньше, чем Россия. В России вопрос, пожалуйста. Не умеете вопросом говорить. Я хочу, чтобы люди жили счастливо. Вы хотите понять, вопрос в чем? Вопрос. Человек хочет свою реплику сказать. Ну, что вы не даете? Сегодня это не реплики. Тихо, 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 тихо. Ну, что вы так агрессивно? Ну, пусть скажут. Просто людям необходимо знать, что счастье существует. Это просто оно есть. Понятно. Только надо желать этого. Ну, вот желание этого как раз противостоит бизнес-элите, который считает, что если дать потребности, их не заставишь этот рабочий скот работать на эту бизнес-элиту. Ну, вот так они мыслят, наверное. Бизнес и сила. Вот. Поэтому потребности не только не ультворяют, а их еще и снижают. Да, но это вы изначально сказали. Ну, вот я... Так, надо этому давать альтернативу. Нужно просветительское. Ну, просветительское, если бизнес-элита, у нее все рычаги государственные в том числе. Какая это? Вот в том и дело. Вот вопрос о коммунистах, о том, о декларации и прочих. Ну, все. На этом мы завершаем. Счастье продолжим в следующий раз. Счастье продолжим в следующий раз.